Аудзу билляхи минешайданирраджим, бисмилляхи ррахмани ррахим. Альхамду лилляхи раббил аламин. Уссалату ассаламу аля сайдина унабиина Мухаммаду аля алихи и асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Сегодня хочу продолжить разговор на тему обязанностей мужа перед женой. Естественно, мы все еще продолжаем разговор с нашими братьями-мужчинами. И далее, после того, как мы закончим обращение к мужчинам, мы только тогда приступим к обязанностям жены перед мужем. Вторая обязанность, после той обязанности, о которой мы говорили, обязанности мужа делятся на два вида. Есть материальная обязанность и есть морально-этическая, нравственная обязанность. Морально-нравственный долг перед своей супругой. Что является очень важным долгом, очень важной обязанностью каждого из нас перед его женой. К сожалению, именно этим долгом большинство мужчин пренебрегают. Женщина способна, готова порою перетерпеть недостаток в материальном обеспечении, пережить испытания, лишения в плане материального обеспечения. Но не всякая женщина готова перетерпеть грубое отношение, безнравственное отношение своего мужа к себе. И сегодня мы начинаем говорить об этой обязанности с аята Священного Кур'ана, где Всевышний Аллах в этом аяте на нас, на всех мужчин, возлагает эту обязанность и говорит. Вы обходитесь со своими женами по-доброму, достойно, то есть обеспечивая все их права, относитесь любовно, относитесь по-доброму к своим женам. Далее Всевышний Аллах говорит, даже если они вам нелюбимы, вы будьте добры к ним, ибо Всевышний Аллах может сделать так, что в том, что вам нелюбимо, в том, что вам нежеланно, Всевышний Аллах может заложить великое благо и успех для вас. Так говорит этот аят. Мы, дорогие братья, должны понимать следующее. Мы все те, кто сегодня слушает эту проповедь, это те люди, которые желают привести в соответствие велению Всевышнего Аллаха и сунне пророка, саламу, свой весь образ жизни, свое поведение. Ибо только в этом будет для всех нас успех и благополучие. И именно это нам может гарантировать достойное потомство, которыми мы будем гордиться и в этом дуне, и в вечном мире. Ведь посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, сказал в своем хадисе от Абу Гурайры, радия Аллаху анху, обращаясь к мужчинам, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, сказал, «Вы обходитесь к своим женщинам по-доброму, говорит посланник Аллаху алейхи ва саляма, проявляйте к ним доброту, снисхождение, терпение». То есть хайран подразумевает в себя, это слово подразумевает огромное количество нравственных достоинств в отношении к женщинам. И далее посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, говорит, «Ва инна хунна хулигна мин дыль'ин». «Ва истину эти женщины сотворены из ребра». «Ва инна ау ва джа шай им фил дыль'и альаху». «Ва истину самой кривизной, самой наибольшей кривизной отличаются верхние ребра». В данном хадисе речь идет относительно всех женщин. Будь это супруга твоя, будь это дочь, сестра, обходитесь с ними по-доброму, говорит. Что мы понимаем из этого хадиса? Мы понимаем, что кривизна характера, капризность и так далее, истеричность порой, это естественно для каждой женщины. И тот мужчина, который ищет идеальную женщину, он ее не найдет. Так же, как и среди мужчин нет идеальных мужчин. Поэтому, дорогие братья, в отношении к своей супруге вы будьте очень внимательны именно к этому долгу, к этой вашей обязанности перед своей супругой, о котором сказано в этом аяте и в хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляму. И порою, когда вы вынуждены проявлять терпение к кривизне характера своей жены, вспомните этот хадис, в котором говорится, что эта кривизна наша, из нашего ребра, потому что женщина сотворена из ребра мужчины. И поэтому она, проявление терпения к ней, это терпение к самому себе. А теперь вернемся к аяту, к тому же аяту, с которого я начал, где Всевышний Аллах говорит, «Аузу билляхи мина шайтан р-раджим, и вы обходитесь со своими женами достойно, говорит Аллах». Так вот, это слово, имеет огромное количество толкований. И все они применимы в данном случае относительно нашего поведения к своим женам. И давайте вместе изучим все то, что подразумевает слово «Ва аширу гунна биль ма'руф». И вы обходитесь со своими женами по-доброму, достойно, с любовью. Так в переводах мы встречаем подобное толкование этих слов. А что подразумевает более широкое толкование каждого из этих слов? Среди толкований слова «Ва аширу гунна биль ма'руф» в первую очередь мы встречаем «Аль афу валь мусамаха» снисходительность и прощение. То есть мужчина должен чаще прощать свою супругу, прощать ей ее недостатки, ее упрямство, ее истерику и так далее. Муж, который не умеет прощать, он будет жить очень тяжелой жизнью. И с таким мужем семья не будет счастливой. И в этой семье не будет благополучия, не будет должного воспитания детям. Поэтому муж должен, обязан, согласно мнению этих ученых, прощать свою супругу. Иначе, если ты не прощаешь, ты даже впадаешь в данном случае в ослушание. В ослушание Всевышнему Аллаху. Отход от смысла этого аята, в котором Всевышний Аллах в повелительной форме на нас возлагает «Аль-Му-Аш-Рабель-Ма-Руф», то есть достойное отношение к своей супруге. Среди смыслов толкований слова «У-Аш-Рум-Хун-На-Бель-Ма-Руф» также встречается забвение упущений. То есть, если как-нибудь супруга допустила какое-нибудь ослушание, какую-нибудь там ошибку, то в этом случае, если эти ошибки, на которых следует достойным образом обратить внимание, сделать достойным образом замечание, все сделали и проехали дальше. То есть, держать это в сердце и по каждому случаю напоминать о какой-то ошибочке, которую допустила супруга, это не мудрость мужа. И этот аят, слова этого аята «У-Аш-Рум-Хун-На-Бель-Ма-Руф» также означает, подразумевает забвение недостатков, забвение упущений своей супруги. И не быть человеком, который разглядывает поведение своей супруги через увеличительное стекло и ищет только ее недостатки. Таким можно никогда не построить добрую семью, семью со здоровым воспитанием детей, правильным воспитанием детей. И повторяю, «У-Аш-Рум-Хун-На-Бель-Ма-Руф» означает забвение недостатков. Также ученые объясняют, относят к смыслам, к толкованиям слова «У-Аш-Рум-Хун-На-Бель-Ма-Руф» следующее «Ал-Акуба аля кадр дзамби тамаман» то есть наказательные воспитательные меры относительно недостатков супруги должны целиком и полностью соответствовать тем недостаткам той вине, которую совершила супруга. Порой бывает так, что человек что некоторые мужья слишком раздувают, преувеличивают какой-то мелкий проступок и естественно за это очень сурово наказывают свою супругу. Как раз таки этот аят нас призывает к тому, что мы наша мера воздействия на те или иные недостатки она должна целиком и полностью соответствовать. А о том, каким образом, какие формы и способы воздействия на свою супругу относительно ее наказания, об этом иншаллах в дальнейшем мы в отдельной теме поднимем этот вопрос. Однако нельзя забывать о том, что те ошибки, которые очень часто происходят, которые не являются такими тяжкими проступками, грехами, на эти недостатки чаще всего желательно закрывать глаза и об этом стараться больше не вспоминать. Одним из наикрасивейших, то есть одним из наилучших и верных объяснений, толкований слову встречается следующее высказывание что означает? Достойным отношением супруга к своей жене не является воздержание от причинения вреда к своей супруге, а это подразумевает настоящее достойное отношение к своей супруге это быть терпеливым к ее вреде, к ее капризам, к ее кривизне, к ее грубости. Да, женщина, как вначале мы говорили о том, что женщине свойственно, она может высказать такое слово, что после которого мужчина часто очень часто входит из себя, то есть можно даже сравнить эти словечки с искорками, которые порой женщина выбрасывает из своих уст, и именно речь идет о том, чтобы мы были терпеливыми к подобным проявлениям черт, к подобным проявлениям женского характера. именно это и достойное отношение к своей супруге. Ученые относят терпеливость супруги к недостаткам своего мужа и наоборот одним из широчайших ворот рая, через которых супруги проходят, заслуживают райские наслаждения, райские вознаграждения от Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха саллиаллаху алейхи ва саллям. Кто может служить более лучшим примером, чем сам посланник Аллаха саллиаллаху алейхи ва саллям? Приведу вам отрывок из его поведения, из его обращения, отношения к своей супруге. Анас радия ла приводит, что когда посланник Аллаха саллиаллаху алейхи ва саллям посетил одну из своих жен, и одна из матерей уверовавших прислала к посланнику Аллаха саллиллаху алейхи и саллилла поднос с едой. И та, у которой посланник Аллаха саллилла находился, ударила рукой об этот поднос, разбила этот поднос и высыпалась, упала на пол та еда, которая была в этом подносе. И посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллилла собрал остатки, обломки этого подноса сам, затем взялся прибирать эту еду сам и посланник Аллаха саллиллаху алейхи и терпение в данном случае. И затем задержал посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллиллаху алейхи ва саллиллаху алейхи саллиллаху алейхи нос в дом другой из его супруг посланник аллах салли аллаху алейхи вассаллима очень часто снисходил со своего высокого достойного уровня до степени своих жен и был игривым с ними посланник аллах салли аллаху алейхи вассаллима снисходил до их уровня ума и приводится что как-то как-то раз посланник аллаху алейхи вассаллима вступил в перегонки с аишей рады аллаху она и она его опередила потому что она была моложе намного посланника Аллаха. И спустя некоторое количество лет посланник Аллаха опять состязался со своей супругой Аишей в беге, где посланник Аллаха ее опередил и сказал Это за то, что ты меня тогда опередила. Вот сейчас я победил. Посланник Аллаха был таким образом в такой степени игривым со своими женами. Следующее то, что подразумевают ученые под смыслом слов Обходитесь вы со своими женами достойно. Следующее. Вспоминать всегда о положительных качествах или о достоинствах своей супруги всякий раз, когда ты замечаешь ее недостатки. Ибо нет совершенного человека, нет совершенных женщин, нет человека без недостатка. И если ты как-нибудь заметил какой-то недостаток своей супруги, ты обязательно сможешь вспомнить и о ее достоинствах, о ее положительных чертах, о том, что она делает хорошо. Чем бы ты стал бы тут же доволен, что сделала бы тебя довольным своей супругой тот же. И это сунна пророка. Это даже не сунна пророка. Согласно этому аяту, согласно тем, кто толкует этот аят таким образом, это наш долг. Это наша обязанность быть таковыми относительно своей супруги. Посланник Аллаха в подтверждение этому можно привести хадис посланника Аллаха, где посланник Аллаха говорит «Ля яфрак му'минун му'минатан» «Пусть не разочаровывается уверовавший», то есть мужчина в женщине, муж в жене. Если ему неприятен ее какой-либо нрав, то есть ему не нравится ее какая-либо черта, понравится другая, говорит посланник Аллаха, понравится, и он будет доволен другой ее чертой. То есть ты тут же должен, согласно этому хадису посланника Аллаха постараться вспомнить о тех положительных чертах, о том, как она заботится о твоих детях, о том, как она ухаживает за тобой, как она умеет готовить, какая она терпеливая и так далее, и так далее. Есть очень много того, что может перекрыть ее недостатки, обязательно найдутся. Это сунна Пророка, и это то, о чем говорит Всевышний Аллах в Священном Коране. Может быть, что-то для вас станет нелюбимым, или кто-то станет нелюбимым. Именно в этом вам Всевышний Аллах сделает великое благо, так сказано в аяте Священного Корана. Возможно, тебя не устраивает ее внешний вид, не устраивает что-то другое в ее черте, в ее характере. Но, однако, когда ты посмотришь на детей, которых она тебе родила, достойных, красивых, полноценных, здоровых, то это будет способствовать, это тебе поможет проявить терпение к ее недостаткам. Следующее, что необходимо подразумевать под достойным отношением к своей супруге в вышесказанном аяте Священного Корана, это ни в коем случае не допускать дурного мнения, сомнения относительно своей супруги, что называется су-у-ван, то есть есть некоторые люди склонные, некоторые мужчины склонные всегда к дурному мнению и к многочисленным догадкам, люди мнительного характера. Это черта разрушает семьи, эта черта отталкивает супругов друг от друга. Бывают люди, которые постоянно сомневаются, пытаются все перепроверять, и это отталкивает супругу от вас. Вы друг в друге должны чувствовать доверие и преданность. Даже если это необходимо сделать, даже если что-то веское из причин заставляет вас в чем-то усомниться, то проверьте это незаметным образом, не давая чувствовать супруге ни малейшего недоверия к ней. Ибо частичка догадок, частичка су-ул-лан, то, что называется су-ул-лан, согласно аяту Священного Курана, является греховным, является лживым. Самая лживая из вестей – это наши догадки, наши сомнения. И поэтому посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, заложил такую прекрасную сунну – не врываться в жилище внезапно. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, всегда предупреждал перед возвращением из поезда к свою семью, чтобы они, свою жену, чтобы она ожидала его. И в хадисе посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма говорит, в хадисе от Джабира, салли Аллаху алейхи вассаляма, передается, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, запретил аният рука ахляху лейлян, чтобы мужчина, муж, ночью внезапно являлся домой без предупреждения. А сегодня сколько есть возможностей и способов заранее предупредить, прежде чем врываться в дом. И это сунна пророка, салли Аллаху алейхи вассаляма. И почему посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, нам это запрещает? Почему? Потому что даже хотя бы таким образом, чтобы твоя супруга не подумала, что ты это делаешь из недоверия к ней. Что ты так врываешься для того, чтобы ее как бы, желая застать за нежелаемым. Таким образом вы можете, вот этим даже, вот таким неожиданным своим визитом к себе домой, можете внушить своей супруге какую-то часть недоверия к ней. А это очень пагубно для отношений между супругами. И вот, дорогие братья, мы ознакомились с некоторыми мнениями ученых по поводу толкования слов. И вы обходитесь со своими женами достойно. Это лишь некоторая часть того, что можно было бы по этому поводу сегодня в рамках нашего сегодняшнего ролика, нашего урока сказать. Но мудрые из вас, сообразительные из вас, из этого скудного урока извлекут гораздо большее. Да поможет нам Всевышний Аллах строить наши семьи на призывах священного Корана и замечательных примеров из жизни нашего посланника Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям.